Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РН Новости Анапа-Регион в студии Кристина Рабина. Сегодня выпуски. Чистое море, чистая совесть, что скрывают канализационные люки. От малого к великому из жизни юных конструкторов. Есть такой праздник, день подсолнечника. Как отметить, посадить цветы во дворе. Перепрофилирование детских здравниц в обычные санатории и гостиницы. Тревожная тенденция последних лет. Ситуацию необходимо переломить. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова обратилась в поиски решения главе Анапы Сергея Сергееву как к опытному руководителю. Проблему в сфере организации летнего отдыха детей обсудили на краевом видеоселекторе под председательством исполняющей обязанности вице-губернатора Краснодарского края Анны Меньковой. Главная мысль, прозвучавшая на совещании, нельзя допустить сокращение числа детских здравниц на Кубани. Мы все взрослые люди и в общем-то понимаем историю, что это частная собственность и они вправе самостоятельно решать. Но мы должны с вами не забывать о том, что они были изначально созданы как детские здравницы. Глава нашего города Сергей Сергеев также отметил. Тенденция прослеживается и в Анапе. За последние пять лет три детских санатория сменили вид деятельности. Как остановить этот процесс? Рычаги у городских властей есть. Мысли о Нидом Геннадьевиче довольно подробно обсудили эту тему. Понимание есть. Я теперь знаю, что поддержка будет, потому что это очень злая тема. Я врагов там заработаю не один десяток, но заниматься надо. После завершения краевого селектора Сергеев поставил ряд конкретных задач перед службами. Первым шагом станет проверка документации и поступления налогов от тех, кто покинул нишу детского отдыха. Наверное, когда-нибудь наша придорожная торговля станет образцовой. Во всяком случае, сейчас она делает уверенные шаги в этом направлении. А пока ежедневные рейды специалистов управления торговлей, муниципального контроля, ЖКХ, архитектуры и градостроительства помогают увидеть все просчеты, чтобы их не повторять. В хуторе Чембурга специалисты управления муниципального контроля зафиксировали нарушения правил благоустройства. На муниципальной территории собственник земельного участка сладировал строительный материал. На нарушителя составили административный протокол. Далее по трассе рейдовая группа заметила на заборе рекламные баннеры. Хозяина на месте не оказалось и документов тоже. У продуктового магазина нет урны для мусора. Там же рядом несанкционированная реклама. Управление торговли будет жестким образом пресекать возможные нарушения и намеренно проводить эту работу в усиленном режиме, как в будние, так и в выходные дни. У нас полномочий достаточно. Административное законодательство предусматривает возможность составления по указанным нарушениям протоколов, привлечения виновных лиц к административной и иной форме ответственности. В целях защиты прав потребителей и пресечения фактов нарушения действующего законодательства будет продолжен ежедневный мониторинг состояния объектов потребительской сферы, расположенных в придорожных полосах. С нарушителями определены объемы и сроки устранения нарушений. Незаконно размещенные некапитальные объекты бич курортного сезона. Специалисты управления муниципального контроля проводят ежедневный мониторинг города и сельских населенных пунктов. Все незаконно установленные объекты демонтируют и перемещают на специальную площадку для хранения. Экскурсионные киоски в селе Витязево недобросовестные предприниматели установили без разрешительной документацией. Специалисты управления муниципального контроля выявили нарушения, составили протокол. Административная комиссия определила сумму штрафа и срок демонтажа. В результате объезда сотрудниками управления муниципального контроля были выявлены незаконно установленные металлопластиковые конструкции по реализации туристско-экскурсионных путевок. На основании решения комиссии данные объекты демонтируются. По итогам рассмотрения административных материалов собственники незаконно установленных киосков получили информационное сообщение о сроках сноса. Объекты не убрали в добровольном порядке, поэтому их демонтируют специалисты муниципального контроля. На специальной площадке они хранятся 6 месяцев с даты демонтажа, потом утилизируются. Лидеры по нарушениям – нелегально размещенные сезонные торговые точки. Куда стекают канализационные стоки? Этим вопросом задаются комиссии, ведущие сейчас обследование кафе и ресторанов на набережной. А в субботу по этому вопросу в администрации города состоится расширенное совещание. За два месяца группой специалистов администрации сельских округов, водоканала, участников полиции и ТОСовцы обследовали почти 3,5 тысячи адресов, в ходе которых выявлено 55 нарушений. Для пресечения сбросов канализационных стоков в Ливневке законопачено 35 незаконных врезок, отключено от водоснабжения 9 абонентов. Составлено 48 протоколов о нарушениях. В ходе рейдов были вскрыты и обследованы все колодцы, территории объектов отдыха и кафе. Как отмечают специалисты, несанкционированных сбросов в водные объекты, ливневую канализацию на рельеф не обнаружено. Ливневые коллекторы находятся в рабочем состоянии. Но ко многим предприятиям у членов рейдовых групп есть вопросы. Глава города уверен, что цветение моря напрямую зависит от количества выбросов органики в воду. Он намерен вскрыть все несанкционированные подключения к стокам. Как лучше всего отпраздновать день подсолнечника? Оказывается, есть и такой день в праздничном календаре. Конечно, посадка цветов. Анапские дворики преображаются к летнему сезону. Во дворе дома номер 11 микрорайона 12-го всегда опрятно. Побелены деревья, чистые газоны, разбиты цветники. В прошлом году посадили туи и барбарис. Уже начали цвести розы. Но жители на этом не останавливаются. Мы сегодня и рис посадили в народе, их петушками называют. Дальше ландыши посадили. Боремся за лучший дворик. Вот есть такой конкурс – лучший дворик. Поэтому мы их украшаем своими силами, всегда украшаем свои дворы. Цветочную рассаду поделили на четыре островка. Выбирали место под солнцем. Благоустраивать двор выходят с энтузиазмом. Дружно и без напоминания. Даже на спонтанном маленьком субботнике немало людей. Жители микрорайона понимают – немного усилий и двор преображается. Народ очень такой на подъем. И даже могут без напоминания взять ведерочко, приходят, поливают. На субботники организованно всегда выходят. А так вот я только вчера позвонила. Ребята привезли завод, завезли цветы. Выходим, все. Вот видите, пожалуйста, кто мог. Сегодня вышло многие на работе. А так дружно. В основном помогают детвора. Но детвора сейчас школа. Они сказали – тетя Наташа, сейчас только освобождаемся. Полив на нас. Отдыхающие по праву называют Анапу городом цветов. Чтобы она и дальше радовала глаз анапчан и гостей, каждый должен привести свой двор в порядок. Традиционный 14-й молодежный турслет открылся сегодня в Анапе. На озере Близхутера Куматырь расположился туристический лагерь участников. Студенты, работающие молодежь, будут соревноваться в спортивных состязаниях, скалолазании, ориентировании на местности и в различных творческих конкурсах. В годовщину Великой Победы 14-й молодежный туристический слет посвящен военной тематике. Каждая команда разбила лагерь и дала ему тематическое название. После торжественного открытия слета в лагерях сразу же уютно затрещал огонь костров, зашкворчала каша, подкрепив силы сразу в бой. Импровизированный. Первые соревнования слета – военно-спортивное ориентирование. В лесу и горах нужно найти условные пункты на скорость. В этом году на слет приехали около 150 человек. Но студенты и организаторы турслета считают, что молодежь должна быть активнее и чаще собираться в неформальной обстановке, а не только на лекциях и экзаменах. Меньше появляется активной молодежи, которая вот этим живет. Мало выездов таких на природу в течение года. Турслет – это какое-то знаковое мероприятие в конце года, которое собирает всех активистов, спортсменов. Здесь можно проявить себя со всех сторон. У нас и творческая программа обширная здесь, и спортивные мероприятия очень много, и вело, и ориентирование, и скалолазание, и турполоса. Все замечательно. Единственное, что команд становится все меньше и меньше, поэтому приезжайте на турслет. Программа слета, как всегда, насыщенная. После состязаний ребята собираются у костра и обсуждают свои поражения и победы. Каждая команда стремится к победе. Ведь и призы стоящие. Комплекты снаряжений и туристические наборы. В любой момент можно присоединиться к участникам слета. Добро пожаловать на хутор Куматырь. Новые победы анапчан в технических видах спорта. С 12 по 14 мая в Славянске-на-Кубани прошли краевые соревнования по судомодельному спорту. Воспитанники городской станции юных техников заняли призовые места. Инструменты, материалы, различные рабочие приспособления, наглядные пособия – здесь творят юные техники. К краевым соревнованиям по судомодельному спорту ребята готовились заранее. Собирали катера катамаранного типа. Мы ездили по дистанции, по скорости, по прохождению. Я выступал на этом катере и занял второе место. Здесь покупной корпус, а оборудование внутри тоже покупное. Разнообразная и увлекательная работа в авиамодельном кружке для воспитанников станции юных техников. 13-летний Артем Войтенко мечтает в будущем стать инженером и уверенно идет к своей цели. В соревнованиях занял первое место. Свой катер собирал около месяца. Он оснащен мотором. Внутри него стоит сервопривод, регулятор напряжения и приемник. Он очень маневренный на воде и развивает довольно большую скорость. Занятия в авиамодельном кружке вырабатывают у юных техников навыки самостоятельного творческого труда по конструированию, постройке и запуску летающих моделей. Знакомят юных авиамоделистов с основами самолетостроения. Сейчас ребята готовят новые конструкции, которые тоже будут оценены по достоинству. Со времен возрождения казачества в нашей стране донские казаки мечтали о большом конном походе. В этом году мечта сбылась. Анапская земля принимает у себя участников конного перехода. Конный поход казаков юга России стартовал шесть недель назад в Волгограде. Землю с Мамаева кургана казаки доставят на Малахов курган в Севастополь. Конный переход объединил представителей самых разных казачьих обществ, сплотил и сдружил. На Анапской земле казаки сделали привал. Полный день от рассвета до заката в седле это очень тяжело и это далеко не каждый сможет сделать. И назвать это каким-то развлечением, это будет просто кощунство. Это подъем патриотизма по всей земле российской. Настолько сильно выражает этот поход, подъем патриотизма, что можно сравнить так, что мы идем как плуг по земле и сеем семена этого патриотизма, которые в дальнейшем прорастут и дадут свои плоды. Анапское районное казачье общество гостеприимно принимает участников похода. Возле станицы Гастагаевской, где гости остановились на привал, все готово для отдыха. Нужно коней выкупать и почистить, осмотреть подковы, отдохнуть самим, поправить обмундирование и снова в путь. Завершит выпуск прогноз погоды. К выходным ветер немного стихнет. В субботу до 4 метров в секунду подует восточный. Днем до 23, ночное время ниже 19 градусов, столбик термометра не опустится. Май выходит на финишную прямую. Всего неделя отделяет нас от лета. Спонсор прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов тайной медной горы. Нефриты, анетисты, бирюза – сколько таинства в их оттенках. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы – клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр Тризе.